Синхронные движения, грация, пластика – всё это результат изнурительных репетиций по 3-4 часа в день. Ребята трудятся в поте лица, оттачивают каждое движение, чтобы довести своё мастерство до совершенства. Зажигательные танцы в исполнении ребят не оставили равнодушными членов жюри 4-го межрегионального конкурса кавказского танца «Жемчужина Кавказа». Воспитанники Эдуарда Хугаева стали дипломантами первой степени сразу в трёх номинациях. Это несмотря на то, что была довольно серьёзная конкуренция. Богатейшую палитру национальной хореографии на фестивале представили около 30 самодеятельных коллективов из Ставропольского края, Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Республики Северная Осетия-Алания. Но Кавказ из города Черкеска оказался лучшим. Там по трём номинациям было. Это ансамбли от семи и больше до семи малые группы были и дуэтные танцы были. И вот, не знаю, готовились, серьёзно подошли к вопросу, что раз нас отправляет в город, доверили они нам. У нас в городе много коллективов, но они доверили, они приглашение прислали на имя нашего мира города, управление культурой. И они выделили нам автобус, выделили конкурсные взносы. И вот среди всех коллективов нас выбрали. Мы, чтобы оправдать их доверие, старались и во всех номинациях взяли первые места. Бурными аплодисментами зрители встретили горский танец в исполнении солистов ансамбля. Эта хореографическая композиция наполнена экспрессией и динамикой. Юные танцоры, выходя на сцену, перевоплощаются в ловких, сильных джигитов, готовых ринуться в атаку. Кстати сказать, художественный руководитель ансамбля не боится экспериментировать. Вместе с более опытными танцорами на сцену он вывел и пятилетнего Арсена Степаняна. Он самый юный солист ансамбля. Задумка оказалась удачной. Юный танцор покорил зрителей. Мы волновались, но мы все равно танцевали четче и с выкликом. И смогли станцевать вместе, все хорошо. А ваш художественный руководитель вас как-то настраивает перед танцем? Скажите об этом. Ну нет, он нам говорит, чтобы мы хорошо танцевали и чтобы был азарт. И чтобы все вместе было. Залина Геоева и Башир Мамхягов исполнили на фестивале парно-осетинский лирический танец-приглашение. Застенчивость играться от девушек, пылкость и напористость мужчин – все это солисты ансамбля умело смогли передать через танец. Мастерство этих юных танцоров также было оценено по достоинству. Они стали дипломантами первой степени в своей номинации. На конкурсе было очень много сильных коллективов. Все были достойны. Мы не знали в игре. Да, и уже не надеялись. Но все равно мы хорошо танцевали и думали, что какое-нибудь место заняло. А заняли первое? Все когда радовались, мы пошли переодеваться. Потом, когда ехали, в феверке начали взрывать с радости. Ну, радость была большая, конечно. Примечательно, что в этом году художественный руководитель ансамбля Эдуард Георгиевич будет отмечать двойной праздник – свое 50-летие и 10-летие ансамбля. Успех, ребят, – это лучший подарок на день рождения, отмечает он. Кавказ ведет активную творческую деятельность. Пожалуй, невозможно перечесть все награды и дипломы, которыми были награждены ребята. Юные танцоры – всегда желанные участники различных мероприятий, смотров, фестивалей, которые проводятся не только в нашей республике, но и за ее пределами. Эдуард Хугаев и его воспитанники всегда очень ответственно относятся к миссии представить город или республику. У нас одни конкурсы, вторые, третьи. В Чехии мы ездили, в Турцию ездили, там выиграли, там выиграли. Потом такой самый большой масштабный был, где 23 страны присутствовали. На этом конкурсе, международный конкурс был, открытая Европа, это в Москве проходило. Вот, это кто побеждал, потом на их площадке переходит, вот это, как игры видели, да, вот это конкурс. Типа такого у них тоже проходило. Вот, и вот мы там взяли, мы гран-при, вот, это самый такой мощный, что конкурс был. За время существования ансамбля сменился не один его состав, но для воспитанников Эдуарда Хугаева эта студия стала вторым домом. Он гордится, что смог передать любовь к искусству детям. Среди них много тех, кто продолжил свою творческую карьеру и связал свою жизнь с танцем. Помимо всего сказанного, искусство танца достойно выполняет роль воспитателя, способствует приобщению детей к художественному созиданию, повышает их трудолюбие, закаляет волю, характер, обогащает духовно. Патима Куршева, Миха Каракелян. Итоги недели.